ребят здрасте и от шамшурин и хочу рассказать вам об одном упражнении в этом видео которое наверное уже где-то озвучивал но опять же здесь есть новички и здесь есть те кто недавно смотрит мой канал здесь есть люди пропустившие упражнения потому что как я уже говорил раньше когда снимал подходы ну знакомства ну то есть ошибочным было смотреть только подхода и не смотреть то что я обычно что-то рассказывал там из машины из студии как-то еще потому что подход это всего лишь пример общения то что я говорил и пытался до вас донести в каких-то других роликах это намного более полезно то есть там еще много полезной информации которую можете применить адаптировать под себя вот значит упражнение которое я даю в самом начале моего тренинга еще в теоретической части которую мы высылаем заранее но называется 10 качеств то есть нужно написать 10 качеств почему вы классный почему крутой почему клёвый чувак чему достойный мужчина за что вы себя любите цените уважаете соответственно желательно когда вы будете писать эти 10 качеств сделать это не на не для галочки да то есть это не должно быть какие-то не должны какие-то общие фразы вот я хороший я добрый там я такой-то конкретные вещи чем больше конкретных вещей там ваших достижений ваших качества с тем лучше почему потому что когда вы подходите к женщине и пытаетесь с ней познакомиться опять час нытики начнут орать наверное хотя сейчас занимаюсь искажением реальности то есть я искажаю реальность это чтение мыслей то есть я пытаюсь подумать что думают подумают другие люди до 4 гоню в общем все равно так или иначе некоторые личности они говорят следующее что вот почему я должен заинтересовывать я там ничего не должен не должны ребят то есть если еще раз тут есть среди вас такие кто чего-то там кому-то не должен его проблемы с чувством долга из тем что не может никак разобраться чем кому должен что не должен идите в жопу как бы на это видео вам будет не полезно не смотрите его для всех остальных это все-таки хочет как-то получать результат и конечно же соглашусь что женщины и женщина это вообще не сама цель в жизни да то есть должны должны какие-то другие цели вот но это штука без которой никуда не деться и вы не будете чувствовать полноценно счастливым человеком пожалуй вот и соответственно когда вы пишете эти качества вам нужно будет учиться доносить до девушек эти качества то есть это второй этап после упражнения горлом ты сначала для того чтобы научиться говорить с девушками и заинтересовывать их мы сначала делаем упражнение горлом то есть это когда мы описываем девушек очень много внимания уделяем этому упражнению то есть это нужно сделать многократно правильно и качественно и вы получите ощущение что да блин черт возьми с девушкой можно разговаривать чем угодно и второе что следующее идет по очереди это упражнение 10 качеств почему вы клёвый почему классный да то есть многие я уже говорил что я это упражнение даже самом начале многие его игнорируют потому что ну как бы зачем потом в какой-то момент когда у них у самих вопрос возникает а почему девушки не дают телефон и почему девушки не вызваниваются после знакомства 99 процентов потому что вы не заинтересовали да то есть ну как бы это очевидно но мы что она конечно там замужем может у нее есть парень там любимый человек это другое я говорю про девушки которые не замужем ничем не обременены и соответственно тогда эти упражнения всплывают люди думают блин надо все-таки писать и думать открытие для меня когда-то было сейчас я уже к этому привык ну понятие бы я понял в какой-то момент что даже мужики которые приходят там приезжают на дорогих тачках для владельца бизнесов какие-то там спортсмены какие-то там не за пилоты там духи ты достойные чуваки которые которым есть за что себя уважать то есть даже у них чаще всего получается ну не 10 качеств написать то есть проблема с любовью к себе безусловной с ощущением себя с принятием себя освещение себя достойным классным хорошим с довольством собой она просто при приняла кита глобальные масштабы в этой стране то есть большинство людей в этой стране себя не любят откуда это не будем сейчас это разбирать вот и вот эти достойные мужчины иногда не могут даже двух-трех качественно писать почему они классные точно ну как бы что они будут рассказывать девушкам суть упражнения в том что вы должны как бы подумать посидеть и написать не меньше десяти пунктов почему вы классный и потом вы должны это внедрить в общение то есть вы должны общаясь с девушкой провоцировать научиться разговаривать так чтобы провоцировать общение в это русло где вы можете попиарить то есть так устроен мир опять же как бы вы не сопротивлялись ну вот такая жизнь то так устроила природа если хотите что как бы вы себе выбираете девушку да и девушка себе выбирает мужчину но у вас есть такие отличия что девушка себе выбирает мужчину скажем так пассивно в большинстве случаев то есть она выбирает из тех кто проявил какую-то инициативу в ее сторону а вы как мужчина выбирайте активно то есть вы видите девушку вас изначально какой-то сексуальный интерес интерес к ее внешности вы подходите начинаете общаться проблема в том что большинство мужчин в момент общения когда подходит знакомиться думать только о том как бы мне понравится этой девушке то есть это в корне неправильно что это противоречит природе вы вроде бы пошли к этой девушке потому что вы ее выбрали она вам понравилась внешне и вы туда пошли хотя кстати ремарка что многие мужчины сознательно не идут к тем девушкам которые нравятся которых они выбирают и в этот момент очень сильно себя обманывают и идут к девушкам которые ну скажем так которым по плечу и это огромнейшая ошибка преступление против себя так вот вы подходите вы выбираете значит соответственно когда вы общаетесь вы должны обратить внимание на то что что мне в этой девушке нравится во время разговора вы изучаете вы спрашиваете вы узнаете вы смотрите как она выглядит как она пахнет как она реагирует как она выглядит вблизи как она вообще разговаривает им голосом что и тогда и вы понимаете, нравится она вам или нет. То есть вы должны на это заострить свое внимание, на этом. Но при этом параллельно с этим нужно еще не забывать, что вы ей должны понравиться, да? Потому что, ну, типа, да, я выбрал. Но еще раз я говорю, это как, вот смотрите, как с каким-то диким животным. То есть девушка, она не вещь, и у нее тоже есть какая-то там личность, душа, интеллект и так далее. То есть вы выбрали, вы поняли, что да, вам она нравится, теперь дело осталось за тем, чтобы... Она сказала, да, чувак, ты классный, я тоже бы хотел с тобой пообщаться. Все взаимно. То есть они же тоже люди, как ни странно, да? Вот. Еще раз, где-то, по-моему, недавно я это говорил. Ну, например, вы решили приручить... А, вот я сейчас в каком-то из следующих видео это скажу, у меня оно уже записано. Вы решили приручить волка. Вот. То есть вы пришли, ну, хотите дома иметь волка, ну, сука, захотелось вам. Вы пришли в какой-то там питомник, выбрали себе, вот, мне нравится вон той, вон тот, вернее, или вот этот. То есть вы выбрали, да. Но есть еще момент, что волк это дикое животное, да, у него есть свои какие-то физиологические, психологические там и так далее, и так далее, особенности. Он не будет лежать на диване вот так вот молча, тихо. Он будет там что-то грызть, бегать, скулить, выйти и так далее. И здесь в любом случае вам придется, где-то даже, скажем, учитывая его особенности, потому что его переделывать бесполезно, вам придется как-то, ну, где-то подстроиться, да, то есть где-то, ну, обеспечить ему такие условия, чтобы ему там было комфортно. Иначе он сдохнет. То есть с женщиной то же самое. Это очень, ну, похожий момент. То есть вы выбираете себе девушку, но при этом она себе тоже как бы выбирает. У нее есть вот эти природные, физиологические, психологические и так далее, моменты, с которыми вы ничего сделать не сможете. Она не вещь. Поэтому вам придется ее заинтересовывать. И отношения это всегда как бы обоюдная работа. То есть если уж мы говорим о дальнейшем отношении. Вот. Соответственно, заинтересовываете вы ее как, когда вы вспомнили эти 10 качеств. Если у вас проблема с тем, чтобы вообще, ну, выразить эти 10 качеств, почему вы классный, почему вы достойный мужчина, то вам однозначно надо с этим что-то делать и вам точно надо это лечить, потому что это очень сильно влияет на вашу жизнь и на результаты вашей жизни, на ваши самоощущения и так далее. Если все-таки вы смогли выразить, ваша задача научиться провоцировать общение в сторону вот этих тем. То есть, например, девушка какая-то стройная, спортивная, говорит, о, классно, ты такая вся стройная, спортивная, такая подтянутая попа, ты наверняка занимаешься спортом, фитнесом и так далее. Она, например, говорит, да или нет. Вы говорите, вот, а я занимаюсь. Я, кстати, считаю, что спорт это вообще в последнее время, там чуть не единственная, самая главная вещь для восстановления какой-то психологической энергии, потому что ты убиваешься физически, но отключается мозг, тем самым ты восстанавливаешься психологически. То есть, бла-бла-бла и так далее. То есть, ты не просто подходишь и пиаришься, говоришь, я вот такой-то, я такой-то, я такой-то, я такой-то. А ты делаешь так, чтобы, вроде бы как бы ты ее спрашиваешь на эти темы, в которых ты крут, она начинает говорить и ты говоришь, а вот я вот то-то и то-то. То есть здесь некие такие качели, потому что девушке, конечно же, хочется узнать о тебе побольше, если ты внешне понравился, например, даже, или если твой подход необычный, но вряд ли многие девушки будут прям задавать такие прямые, некоторые задают, но вряд ли многие девушки будут задавать напрямую какие-то вопросы. Вот, и твоя задача действительно, а, еще раз, понять, нравится ли она тебе, оценить ее, задать ей нужные тебе вопросы, интересующие тебя вопросы, и б, сделать так, чтобы она поняла, что ты тоже крутой чувак. То есть для этого и сделать это упражнение 10 пунктов. То есть, еще раз резюмируем, значит, первая его часть в том, чтобы вспомнить, почему ты классный, вторая часть этого упражнения заключается в том, чтобы научиться провоцировать общение с девушками во время знакомства или свидания, соответственно, в это русло, чтобы ты смог рассказать о себе. Как-то так, тут дальше еще есть пример, ну, мы на тренинге разбирали этот момент. Вот, вот, какая-то такая информация, я считаю, что, потому что очень многие спрашивают, а что, о чем говорить, о чем разговаривать, что говорить, как заинтересовывать. Очень много есть, на самом деле, инструментов, рычагов и так далее, но вот этот такой, он прям такой классический, по классике, самый-самый действенный. Вот, желающий прокачаться, ссылка под этим видео, тренинг с 28 по 31 марта в Москве, тренинг практика, записывайтесь, буду рад всех видеть. И смотрите, собственно говоря, кусочек, это был Шамшурин, пока. Еще раз, сегодня надо уже попробовать отойти от того общения, когда вы подходите и просто описываете девушку. Это надо было делать вчера, чтобы хоть как-то понять, что вы можете зацепиться за любой предмет, ну, что-то сделать, как-то этот диалог, ну, там, развить. Но еще раз, вы должны ей, как бы, ну, ничего, слово должны, понимаешь, если сейчас это будут смотреть в записи, вот эти вот обиженные. Ты что там опять говоришь, слово должен? Я ничего не должен. Вы для себя должны показать этой девушке, чтобы вы клевые, типа. Ну, как бы, вы же хотите, чтобы она была клевая, она хочет, чтобы вы клевые, то есть, тут такие условия, что это все взаимно. Поэтому, да. И при этом не забывайте думать о том, что почему она клевая, почему вам будет с ней классно. Это, кстати, да, важный момент. Нужно как-то, сука, и рыбку съесть и думать о том, почему, ну, хорошая ли она, нравится ли вам она, клевая ли она. Какой у тебя вопрос, Миш? Не, не вопрос, а по поводу того, что мы, конечно, снимали детали, потом я расскажу, идти по-своему. Ну, вчера, вот, после всех упражнений, меня, как бы, ну, доставило, можно сказать, меня как-то отпустило, я шел на таком релаксе, я просто шел купить кофе, стоял, у девчонки было написано, ну, корейские ироки, я просто стою, это корейские у тебя. А ты их шаришь, да? А, это же тейквондо. Она говорит, о, да, а чего, и, короче, она, а чего, ну, видно же, корейские. Да, да, я корейский учил, и у нас такой диалог завязался, я взял, сколько... Конечно, это уже сразу такое общее что-то между вами родилось. Телефон взял? Спокойно взял телефон, ну, корейский, да. Я бил корейский, да. Ну, то есть, в принципе, чем вы более разносторонние личности, чем больше у вас жизнь, ну, насыщенная, интересная, и вы сами чем-то интересуетесь, что-то смотрите, знаете, тем больше у вас точек соприкосновения. Это не только про девок, с любым человеком, да, ты сел где-то в Сапсан, там, поехал, о, чувак. Там, я смотрю, у тебя корейский, корейский, разговаривался, он, сука, оказался какой-нибудь юрист, какой-нибудь там, который тебе как раз сейчас нужен там по бизнесу, например. Вот, то есть, так это и бывает, понимаете? Но при этом необязательно искать именно схожесть, часто, когда она там занимается балетом, а вы единоборствами, это тоже круто, тоже может быть. Вот, и у меня тогда, в самом начале, в самом первом дне, именно вопрос был, как использовать свою жизнь, ну, как бы, ты здесь же что-то, как с девушкой, да, общаешься, ты должен что-то придумать? Да не надо придумать, еще раз мы говорим, то есть, ты должен сам для себя придумать так, чтобы твоя жизнь была прикольная. Отсюда и такая параллель, что когда ты живешь прикольной жизнью, тебе прикольно жить, то есть, у тебя есть какие-то увлечения, хобби, ты сам собой занимаешься, развиваешься. У тебя хочешь, не хочешь, начнут появляться женщины вокруг тебя, понимаешь? Просто, короче, использовать свою жизнь. Да, чувак, но она должна быть и реальна, то есть, это такой процесс, если у кого-то она скучная и стрёмная, это процесс не вот такой, да, он длительный. Но это же интересно, в принципе. Это не то, что ты там живешь, не знаю, в общаге, ешь бич-пакеты, твое единственное развлечение, это, короче, бухануть с другом по субботам водки и набить друг друга ебало. И ты сидишь, говоришь, ты знаешь, вот прошлый раз я был на выставке Моне, такую хуйню он нарисовал, конечно. Ну, то есть, ты должен быть таким, и это даже не ради женщины, то есть, женщины это просто, для многих сейчас это такая штука, такой пинок, чтобы начать становиться таким чуваком. Типа, они думают, я стану таким чуваком, все тёлки будут мои. А это неправильная вообще цель, да, понимаешь, как бы. И когда ты начнешь этим чуваком становиться, ты подумаешь, да, блядь, почему здесь тёлки, тут столько вообще интересного, блядь. То есть, здесь можно и кроме тёлок кайфануть. И они тогда от этого осознания, что у тебя, кроме них, есть какие-то кайфы в жизни, что-то интересное, чем ты увлекаешься, они сами начнут как-то легче к тебе притягиваться. Вот такой вот замкнутый круг. Они не будут хотеть в твою жизнь проникнуть, а не ты там будешь поскальнивать. Да, да, Олег. Слушай, Володь, у меня тут два пункта, из которых я написал, да, это первое, ну, то есть, я хочу как вставить, чтобы не вывозь перед тёлкой, да. Первое, я вот свой бизнес создал, например, да, то есть, это положительное качество. Ну, конечно. Какой? Какой? Какая? Прямо строитель. Ну, то есть, я к тому, что, если бы ты сказал, что я продаю чехлы для айфонов тут возле института, а она такая идёт, короче, она топ-менеджер какого-нибудь там, не знаю, лукойла, какого, не знаю, что-то, она бы подумала. Ну, и что? То есть, это для неё не понт, понимаешь? Потому что те люди, с которыми она там общается, они там в этом плане, именно в контексте денег, допустим, они круче. Поэтому я и спрашиваю, какой. Как ставить? И второе, я считаю, что то, что дети, допустим, берутся на данном образовании, тоже, в принципе, положительная качество. Это всего два, что ты написал? Нет, вот эти, которые не отключаются, она не... Может, их вообще залпыть про них. Как их внедрительно, спрашиваю? Давай вместе подумаем, как их можно внедрить. Я не вычеркну, например, а могу нет. Да нет, это наоборот такие. Про детей можно ли тебе в интервью ставить? Нет, а конкретнее, что там про детей, например, давай с детей начнем. Ну да, ну понимаешь, это как бы типичность для женщины, ну нормальный, это типа, ну как бы мастхэв. Да, это должно быть, это мастхэв, типа, ну а что, в смысле, типа, теперь передернусь, что ли? Привет, я не пипер и не убил бабу. Да, я ни разу не убивал человека, и я не гомосек. Я чищу зубы хотя бы один раз в день, сука. Как тебе такое? И она такая, ну тогда все это меня одело, короче. Чувак, ну вот эти вещи и не надо тогда вставлять. Это на свидание будешь просто рассказать. Она говорит, а чем ты знаешь? Да, у меня там типа это, бизнес, постройки. Про детей там, а вот там, не знаю. Да я своего, короче, это, отправил туда-то, вроде нормально. Слава богу, нормальный чувак вырос. Слава богу.